здравствуйте друзья в новой редакции российского учебника для школьников окружающий мир выморли несколько упоминаний киева в параграфах касающихся истории киевской руси и это сделали те кто очень долго рассказывали о том что нельзя переписывать историю представьте себе какой смех то есть ну по правде ну скажем так не то чтобы киевской руси не было государство называлась русь но она была только киевская в действительности факты состоят в том что территория залезья новгорода смоленской так далее так далее территория современной россии никакой руси в действительности не было и вот все с ног на голову переворачивает российская пропаганда вымарывает столицу руси из истории и вот что например в старом если издание этого учебника говорилось что летопись повесть временных лет написал монах киево-печерского монастыря нестер то в новой версии нестер назван просто монахом без киева-печерского монастыря а если раньше говорилось что князь владимир хотя в действительности князя звали владимир а никакой никакой владимир и вот этот владимир крестил весь народ в киеве в но в новой версии написали в столице еще одна отличие было после смерти олега в киеве ставил стал править князь игорь а стала после смерти олега русию стал править князь игорь не в киеве русию как будто есть какая-то разница вот в учебнике по истории за 6 класс поменяли даже дату дату раньше было приход олега в киев это дата а сейчас соответственно перенесли на восемьсот шестьдесят второй год когда в новгороде появляется рюрик вроде бы соответствии с одной летопись ну короче чушь собачья эти русские учебники вот и и сейчас готовятся другие и другие учебники один из авторов сотрудников этого издательства просвещения сказал что один раз упоминаем что была образована киевская русь а дальше называем ее просто русь нет больше киевской руси была была и нет а киев его с ее столица как бы это странно не звучало утверждает этот сотрудник издательства которая готовила эти книжки но в идеале нужно заменить строчку о том что владимир крестил киев на слова что он крестил столицу но кстати говоря никакой залезья в тот год владею владимир они какой не владимир в действительности не крестил новгород крестили девятьсот получается 90 девятьсот восемьдесят девятом вот осуздали так далее залезья гораздо позже и вообще увятичи еще язычники покушу ну скажем так убили кукшу печерского кстати говоря монаха киево-печерского монастыря язычники вятичи еще 1130 года вот и все это происходит как говорил мединский помощник путина и бывший министр культуры ни много ни мало прачечная так сказать вот этот бывший министр культуры сказал что это все меняется с учетом исторических событий которые произошли в этом году вот аж какие же события произошли но это он раньше говорил в этом в прошлом году события такие что под киевом русские получили так сказать звезды но следует сказать что в древности киев назывался в действительности киев и это значит что все эти источники они врут уже сами по себе потому что они коверкают историю нагло и бесстыжим образом называя киев киевом вместо киева киевлян называют вместо каян а владимира как у какого-то владимира приплели вместо владимир кстати говоря факты эти совершенно безупречны сто процент на везде везде вот этот не только в летописях в которых там и и могли когда-то там но они взаимозаменяемые иногда были а вот например как говорили реальные люди как написано в реальных документах например новгородские берестяные грамоты я могу их процитировать три небольших штучки вот ну там их гораздо больше вот например грамота 675 они все пронумерованы каждый может брать и смотреть как говорили новгородцы вот брат милятов киев бог беженами жена мы послухом то есть свидетелем грамота 745 от павла из ростова к братанешку ажи то лодья прислана ки яны на обести князю даты не буду присловия не тубини павлови то есть лодья киевлянина уже прислана и сообщение князю чтобы не было плохой славы тебе не тебе не павлу грамота 829 в борзе и ты ты миг и его брат сотворишь мы добро и кстати говоря таких огромное количество источников в суздальской летописи четко пишется о том что суздаль никакая не русь это в суздальской летописи ну и везде и так далее то есть россия это затыренная с помощью греков греческого посредничества даже греки об этом правда не знали но взяли и затырили иностранное слово россия и прицепили ее к собственной стране то есть россия настолько воровская страна что у нее даже название из чужого языка краденное представьте себе насколько это смешно все страны избавляются от иностранных слов своих названиях там буркина фасо было когда-то берегом слоновой кости им там не нравилось и так далее одна россия тырит все что плохо лежит любые названия и все от унитазов и от холодильников до соответственно мастеральных машин особенно и до названий кстати говоря слово к и на русском не означает ничего слова к и нет такого слова в русском языке если не считать нового бильярдного термина относительно а в украинском слове есть слова к и вообще понятно почему россия это все делает это не только из-за свойства русскоязычной челюсти потому что в действительности от одного написания в летописях слова киев не так трудно и вывихнуть эту самую русскоязычную челюсть но и исходя как сказал мединский из последних событий а последние события таковы что россия уже поняла что исторической перспективе ничего не светит нужно выдумывать историю где киевские князья или киевские князья олег игорь владимир святослав и так далее они в какую-то столицу они в киев возвращались до в столицу когда в столицу но в столицу киев и вообще когда украинцы говорили киев и владимир как пишется в летописях и берестяных грамотах на территории россии в то время современной разговаривали только на языках мере мещеры муромы весе чуде из этих именно языков произрастают такие странные для славян слова как москва суздаль вологда кострома рязань и так далее вместо того чтобы строить русский мир русским нужно строить тем кто называется русский нужно строить финский мир это настоящий финский мир во главе с прогрессивной финляндии вот поэтому друзья все понятно понятно то что россия закрывается закрывается от реальной истории еще больше фальсифицирует еще и еще больше это воровство стало явным она привела россию к ее нынешнему состоянию это воровство осуществлено давно-давно между тринадцатым пятнадцатыми и восемнадцатым даже веками вот это воровство название оно привело россию именно кто из ситуации в которой она есть когда совершенно постыдным образом совершенно постыдным образом и ворую ну скажем так слова киева пускаются но князья почему-то оказывается российские почему князья владимир мономах святослав хоробрый которые только за лесе только с походами ходили никак иначе местных строить и дань на облагать а вообще большинство князей вообще никогда не было на территории россии никогда не было вообще и они называются там в этих в этих учебниках российских ну как бы принадлежащими россии чушь собачья стырить 18 веке название это не значит стырить всю предыдущую историю это как если бы сейчас жители мазамбика и анголы сказали что история древней лузитании древней португалии принадлежит им и что их португальский король их тоже точно так же звучат претензии абсурдно претензии россиян на князей украинских города киева князей володымыра князей владыслава князей васылька князей иванка и других украинских князей но главное даже не в этом а том что доблестные украинские войска немножко потрепали челюсть русскую во время их похода на киев и сейчас россия делает все чтобы забыть забыть киев точно так же как они забыли уже о финляндии сакральной как забыли о других сакральных странах на которые они покушаются и когда-то пытались их сокрасть поэтому движение безусловно в очень правильном направлении чтобы россия и русские так называемые современные вообще не зарились даже смотреть в нашу сторону не то чтобы упоминать челюсть не позволяет поэтому друзья для того чтобы усилить эффект этот еще больше и россия еще меньше смотрела в сторону украины в сторону европы и в сторону всех свободных народов помогаем украинской армии счетик я оставляю внизу заслуженное подразделение воевала на юге сейчас на востоке не скажу где правда секрет с богом до перемоги